Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Предлагаю четвертое занятие по русскому языку для детей, которые переходят в четвертый класс. Также на моем канале есть занятие по математике и список рекомендуемой литературы. Итак, занятие четвертое, задание первое. Нужно записать предложение под диктовку и выполнить синтаксический разбор предложения и выполнить морфологический разбор имени существительного. Послушайте предложение. Извилистая дорожка привела к саду. Запишем. Извилистая. Большой буквой с красной строки. Извилистая дорожка. Словарное слово «дорога». Дорожка. Парный согласный. Дороженька можно проверить. Извилистая дорожка привела. Привел проверочное слово. Привела к саду. Давайте поработаем с орфограммами. Извилистая ударение падает на букву «и» в корне, безударный гласный «и» в приставке, приставка «из», безударный гласный в суффиксе и в окончании «извилистая». Извилистая дорожка, ударение падает на второй слог, первый «о» должны запомнить. Дороженька, парный согласный, можно проверить. Привела ударение на «а», безударный гласный «и» в приставке, и безударный гласный «е» в корне. Привел к «это предлог», предлоги пишутся раздельно, к «саду». В конце предложения точка. Итак, нам нужно выполнить синтаксический разбор этого предложения. То есть указать вид предложения по цели высказывания, повествовательное, вопросительное или побудительное. Это предложение рассказывает нам о том, что извилистая дорожка привела к саду. Значит, это предложение повествовательное. Открываем скобочку и пишем «предложение повествовательное». Сокращаем до гласной. Повествовательное. Далее нужно указать, какой вид предложения по эмоциональной окраске, то есть по интонации. Восклицательное или невосклицательное. Извилистая дорожка привела к саду. Предложение невосклицательное. Пишется слитно, невосклицательно. Далее нам нужно выделить основу предложения, то есть подлежащее и исказуемое. Подлежащее – это главный член предложения. Это слово, которое действующее. Извилистая дорожка привела к саду. Что дорожка? Слово «дорожка» – подлежащее, подчеркиваем одной чертой. Дорожка что сделала? Привела. Привела – это сказуемое. Подчеркиваем двумя чертами. Грамматическая основа «дорожка» привела. В этом предложении одна грамматическая основа, значит предложение простое. Если было бы несколько грамматических основ, то предложение было бы сложное. Предложение простое. Далее. Нужно указать, распространённое это предложение или нераспространённое. Кроме подлежащего и сказуемого, здесь есть ещё другие слова. Значит, это предложение распространённое. Дальше нам нужно написать над каждым словом. В этом предложении части речи. Извилистая. Какая? Извилистая. Это имя прилагательное. Дорожка. Это имя существительное. Привела. Это глагол. К. Это предлог. И саду. Это существительное. Следующее задание. Нам нужно выполнить морфологический разбор слова к саду. Выписываем вместе с предлогом к саду. Морфологический разбор. Это разбор как части речи. Сначала указываем, какая это часть речи. Это имя существительное. Имя существительное. Можно сокращённо писать. Дальше нам нужно указать начальную форму. Начальная форма. Это именительный падеж. Единственное число. ЧТО. САД. Начальная форма. Слово. САД. Далее указываем. Собственное оно или нарицательное. Нарицательное. Далее указываем. Одушевлённое или неодушевлённое. Неодушевлённое. Указываем род. Он мой. Мужской род. Указываем склонение. САД. Мужской род с нулевым окончанием. Это будет второе склонение. Указываем число. К саду. Единственное число. Указываем падеж. К привела к чему. Кому чему. Дательный падеж. Синтаксическая роль в предложении. Второстепенный член. Продолжение. Мы выполнили с вами морфологический разбор имени существительного. Следующее задание. Нам нужно записать слова и подобрать однокоренные слова с противоположным значением. Но корень должен быть такой же и выделить приставку. Запишем слово. Развязать. Раз. Развязать. Проверочное слово вяжет. Раз-вя-зать. Развязать. Нам нужно подобрать слово с противоположным по смыслу. Развязать. А противоположное завязать. Например. За-вя-зать. Развязать. Приставка раз. Завязать. Приставка за. Развязать. Завязать. Следующее слово. Разложить. Раз-ло-жить. А антоним к этому слову, то есть противоположным по смыслу. Сложить. Корни в однокоренных словах пишутся одинаково. Сложить. В первом слове приставка раз-за, во втором приставка с. Развернуть. Раза-вера-нуть. Развернуть-свернуть. Свера-нуть. Развернуть приставка раз-за. Свернуть приставка с. вбежать в бежать бед проверочное слово в бежать а противоположно выбежать в бежать приставка в выбежать приставка вы сбежать выбежать внести внести вынести противоположная по смыслу внести приставка в вынести приставка вы въехать разделительный твердый знак въехать выехать а вот в слове выехать уже разделительного твердого знака нет так как приставка оканчивается на и въехать выехать мы с вами записали антонимы то есть противоположные по смыслу слова и выделили приставку приставка это часть слова которая стоит перед корнем это значимая часть она несет значение далее нам нужно записать словосочетание предложения с приставками и предлогами понять где приставка где предлог доводи дело до конца важно помнить что с глаголами предлоги не пишутся доводи что делай доводи это глагол доводи значит до пишется слитно дело до конца обратите внимание здесь у нас одинаковые написания долл води и до конца доводи это приставка а до конца это предлог предлоги со словами пишутся раздельно доз какого конца до самого конца между предлогом и слова можно вставить другое слово и сразу подчеркнем глагол глагол здесь будет доводи что делай что делай доводи это глагол подчеркнем двумя чертами цветы подрезали 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 что это глагол значит под эта приставка подрезали а вот под корень это предлог пишется отдельно подрезали это приставка а под корень это предлог между предлогом и слова можно вставить другое слово под что под корень цветы подрезали что сделали подрезали глагол подрезали подчеркнем двумя чертами тропинка спускалась горы тропинка тропинка спускалась 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 это глагол с горы а тут предлог с тропинка спускалась это приставка приставка с а с горы предлог с чего с горы предлоги словами пишутся раздельно ленту вплели что сделали вплели что сделали вплели это глагол вплели во что в косу вплели приставка в а в косу это предлог вот что приставки слит на предлоги раздельно колобок скатился с окошко колобок пишется колобок что сделал скатился это глагол скатился а вот с окошко это предлог колобок скатился с окошко скатился это приставка с а с окошко это предлог предлоги словами пишутся раздельно итак мы сейчас с вами написали небольшие предложения словосочетания которым есть предлоги и приставки приставки пишутся с глаголами слитно предлоги с глаголами не пишутся предлоги с другими словами пишутся раздельно и сейчас мы с вами напишем совсем небольшой диктант который состоит всего из трех предложений запишем на новой строчке слова диктант 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 называется воробьи воробьи разделительный мягкий знак послушайте зимой воробьям голодно кормятся они возле жилья людей весело клюют крошки хлеба красная строка зимой воробьям голодно зимой воробьям во-ро-би-яма зимой воробьям голодно кормятся они возле жилья людей кормятся они возле жилья людей Кормятся они возле жилья людей. Весело клюют крошки хлеба. Весело клюют. Давайте подчеркнем орфограмму. Начало предложения пишется с большой буквы. Зимой ударение падает на О безударный, гласный и проверочное слово зимы. Воробьям на третий слог падает ударение. Разделительный мягкий знак. Разделяется гласный от гласного. Безударные гласные две буквы О. Вторую О можем проверить. Воробушек. А первую должны запомнить. Голодно. Ударение на первый слог. Вторую О можем проверить. Голодный. Голодно. Как голодно на конце О? Кормятся. Что делают твердо? Кормятся. Мягкого знака здесь нет. Они. Проверочное слово О. Возле жилья. Буква сочетания Ж и проверочное слово Ж. Жилья. Разделительный мягкий знак. Жилья людей. Весело. Веселый. Букву Е проверим. Клюют. Крошки. Крошечка. Парный согласный. Хлеба. В конце предложения стоят точки. Так как предложения все у нас повествовательные и не восклицательные. Нам нужно во втором предложении подчеркнуть слово, которое обозначает действие предмета. Кормятся они возле жилья людей. Здесь слово, которое обозначает действие, это кормятся. Слово, которое обозначает действие предмета, это глагол. А в третьем предложении нам нужно подчеркнуть слова, которые обозначают предметы. Какой здесь предмет? Весело клюют крошки хлеба. Предмет это крошки, одной чертой подчеркнем, и хлеба, одной чертой подчеркнем. Это слова, которые обозначают предметы. Такие слова называются существительными. Подпишем, что это имена существительные. Все, сегодня мы с вами выполнили занятие четвертое. Напоминаю, что у меня на канале есть по математике занятие. И для других классов тоже присоединяйтесь.